Борьба за медали мирового первенства по греко-римской борьбе среди ветеранов – это не просто поединки, а сражение лучших представителей этого спорта за последние несколько десятилетий. Ульяновец Сергей Устимов пришел в рестлинг еще десятилетним мальчишкой в 1983 году и остался верен своему спортивному выбору. За 33 года дорос до звания многократного чемпиона мира. На чемпионат в Финляндию Сергей ехал с мыслями исключительно об очередной победе. В весовой категории 97 килограммов Устимову противостояли соперники из Польши, Австрии, Белоруссии, Греции и Украины. Самый запоминающий, наверное, был полфинал с белорусом. Он очень серьезный соперник, здесь еще чемпион мира был, и с ним тяжело было. Но все удачно сложилось. В финальном бою Ульяновец встретился с представителем украинской сборной. Поединок с самого начала не обещал стать легкой прогулкой за главные награды чемпионата мира. Ведь до главной встречи состязаний доходят исключительно сильнейшие представители команд. Но многолетний опыт, усердные каждодневные тренировки, желание быть первым, быть лучшим, вкупе с фортуной принесли в копилку Сергея Устимова очередное золото. Но и сейчас, после окончания мирового первенства, отдыхать некогда, признается спортсмен. Ведь теперь начинается подготовка к соревнованиям грядущим. У нас в Перми в декабре месяце 25-й чемпионат России юбилейный. Нас всех зовут. Мы очень серьезные команды Ульяновской области. Готовимся человек 12. Я думаю, что мы очень покажем хороший результат сборной Ульяновской области. Сергей Устимов делится своим секретом. Оставаться на спортивной волне, когда тебе уже 43 года, может каждый. Главное – правильно подходить к нагрузкам, распределять их с умом. Для здоровья очень полезно. Все зависит от того, как ты донзируешь. Можно и за день сломаться, а можно потихоньку в процессе жизни донзировать. И самое главное – не перегружаться. Кто-то мне из друзей говорит, что ему очень тяжело. Как ты это делаешь? Ты герой. Я считаю, что, не знаю, я никогда не отставал и никогда не заканчивал с борьбой. Всегда были вообще как бы всесторонне развиты. И футбол, и рэкбол, и плавы, и теннис, и волейбол. То есть всесторонне развиты. Поэтому мне легко это. Помимо здоровья, герой-римская борьба накладывает свой отпечаток и на личностные качества. Накладывается какое-то великодушие определенное, что, например, мы соперничаем безноборство и бывает агрессивно ведем себя на ковре. Эмоции выплескаются, но зато после борьбы, после схваток ты ведешь себя дружелюбно к этому человеку. Я думаю, что это все негатив, я думаю, уходит и положительные эмоции только преобладают. Ну, это как бы уже образ жизни. Это влияет на то, что на свой образ жизни. То есть я все даже свои дела, все свои моменты откладываю под тренировочный процесс, подстраиваю. Ну, это уже как бы образ жизни уже. Кто-то одна рыбалка, у кого-то парашюты, у кого-то снегоходы. У нас борьба. Не только спорт, но и целая жизнь. Этот подход к своему любимому делу уже несколько десятилетий является для ульяновца главным залогом успеха. Останавливаться в 43 года Сергей даже не планирует. Напротив, только вперед, к новым победам. Артем Петров, Константин Никитин, репортер 73.